Всем привет, это ТОП ДОТА и сегодня я вам расскажу как зовут Айс Фрога. Поехали! Ледяная лягушка долго оставалась анонимной, но наконец-то спалила свою сущность. И это Абдул Измаил, игрок в крикет 70 лет. По крайней мере это единственный чел, которого нашел гугл по запросу Абдул Измаил. А именно так и зовут Айс Фрога. И это подтвержденная официальная инфа из суда. Вот вам пруф. Не подумайте, его не судили за убийство или за изнасилование, каннибализм или еще что-то такое. Он просто был одним из фигурантов дела, связанного с Доткой. Как все знают, за права на бренд Дота уже судились. Это делали валвы и близы между собой. В бородатые еще времена. А вот сейчас они вместе уже судятся против других ребят. Разработчиков игр Heroes Charge и Dota Legends. Мол они нарушают права на интеллектуальную собственность или иными словами, плагиатят и наживаются на чужой популярности. По сути это то же самое, как сшить спортивки, налепить сверху логотип найков и попытаться втюхать их на рынке какому-нибудь школьнику. Если их и купят, то сделают это только из-за логотипа найков. А следовательно, вашей заслуги в этом никакой нет. И деньги вы зарабатывать не должны. И если вы загуглите скрины из этих игрушек, Heroes Charge и Dota Legends, то поймете, что сравнение очень даже корректное. Ведь они реально спиздили все, что только можно. Тем не менее, сейчас их юристы пытаются всеми силами отмазаться и выкрутиться из этой ситуации. Сейчас они давят на то, что IceFrog и Yule продали права на доту вальвам, хотя по лицензионному соглашению третьего варкрафта они не имели права это делать. В общем, хрен его знает, что из этого всего получится, но если эти черти выиграют, то у нас будет очень и очень много клонов доты. Ведь на громком имени всем всегда хочется хайпануть. Лично я считаю, что они точно не правы чисто с логической точки зрения. Героев они не придумывали, вселенную они не придумывали. Взяли все готовое и пытаются сейчас заработать на этом и качать права. Ладно бы, если бы тут была ситуация, как с мифами Древней Греции или с какими-нибудь русскими сказками, где хер вообще поймешь, кто автор, а следовательно, все как бы общее. Но вот здесь, в данной ситуации, авторы и владельцы вполне понятны. Во-первых, на платформе Близзов все было сделано, а во-вторых, сделано все было руками и головами Юла и Айсфрога. И раз же эти все ребята живы и здоровы, то надо как-то, блин, с ними считаться. По крайней мере, если мы все-таки живем в том обществе, где авторские права что-то значат. Ну а что касается Айсфрога, то пока все достаточно грустно. Хоть его имя и светанулось, фотку к этому имени никто, конечно же, не приложил. Так что, кто это такой, мы по-прежнему, по сути-то, не знаем. Да и на самом деле, возможно, это и к лучшему. Если челу не хочется светиться уже 10 или вообще хрену знает сколько там лет, то это явно не из-за того, что он охренительно веселый, интересный и медийный чел. Думаю, что если он и сделает Дианон по каким-то своим причинам, то либо вообще не будет давать интервью, как он это и сейчас делает, либо эти интервью будут как минимум не самым увлекательным контентом. Ведь всегда есть ребята, работающие на прессу, и ребята, которых не видно, но которые при этом делают сам продукт таким охрененным, какой он есть. И Айсфрог явно не из первой категории. Пишите, что вы думаете в общем насчет ситуации с аторскими правами, а также конкретно по Айсфрогу. Нужен ему Дианон или и так сойдет. Ну а с вами был канал ТОП ДОТА. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока. Субтитры сделал DimaTorzok